Привет, просветители! Сегодня будет не особо веселый ролик. Обычно-то мы тут веселимся просто как пати-энимал. Это скорее некий поток сознания. Мне хочется поговорить о публичных отношениях, насилии, друзьях и сплетнях. Последний месяц практически весь российский ютуб и абсолютно все паблики, связанные с блогерами, сначала обсуждали громкий развод, естественно, с фразами «увела из семьи». Ведь всем известно, что у нас, мужчин, можно буквально за кольцо в носу потянуть. Куда тянут, туда и идем. Потом одну историю сексуального насилия, затем вторую. Да, представьте себе, за улыбками людей, отхвативших популярность в очень раннем возрасте, зачастую скрывается не самая радостная картина. Сразу же предупрежу, мы здесь не будем обсуждать конкретных людей. Этого добра и на других каналах достаточно. Психологический портрет Маши, Глаши и Наташи. Инсайды друга-подруги, которые два года назад... Когда взрослые люди сознательно приглашают аудиторию к себе на диванчик, а порой и в спальню, не стоит удивляться, что любые изменения в жизни пары будут восприниматься достаточно остро. Они расстались, я больше не верю в любовь. И пока в отношении к все чики-бабони, лайки и комментарии с сердечками, естественно, воспринимаются положительно. Опять же, если все, что мы видим в соцсетях, это не образ. Когда же происходит разрыв, особенно скандальный, те же самые зрители, которые восхищались вами, начинают выплескивать свои эмоции. Причем не особенно положительные. И даже если подписчики выбирают, на чьей они стороне, постоянное перебирание грязного белья и их любимке не особо помогает. Мне так хочется тебя поддержать, но ты видела, что Вася в своей телеге написал? Забыть о разрыве и начать новую жизнь тебе просто не позволят. И да, человек знал, на что шел, но про эмпатию-то тоже забывать не стоит. Какую такую эмпатию? Вас пригласили в гости. Круто. Показали каждый уголок квартиры. Не забыв про самые потаенные места. Дважды круто. Но в какой-то момент хозяин решил закончить вечеринку и попросил гостей покинуть квартиру. Не круто. Но хозяин все еще имеет на это право. Это его квартира. Но это уж как посмотреть. Я вот чувствую, что она уже немножечко и моя. И факт того, что на протяжении многих лет он ежедневно приглашал нас к себе в гости, не дает нам права продолжать заваливаться к нему уже без его разрешения. Обидно ли нам? Возможно. Сложно ли перестроиться? Скорее всего. Но как мы отнесемся к новому порядку вещей, уже зависит только от нашего воспитания. Особенно меня радуют люди, которые весь свой контент на подобном перебрасывании говнецом и строят. Кому-то плохо. Человек просит оставить себя в покое. А давайте палкой поковыряем. Возьмем интервью троюродной сестры. Лучшей подруги в первом классе. И опубликуем супер-бупер инсайт от анонима, который, естественно, все видел своими глазами. Ну, или не видел. Что поделаешь, народ требует зрелищ. Ничего личного. Просто бизнес. Но особенно здорово, когда друзья таких людей попадают им же на язычок. Ой, я так люблю контент Сережи, 10 лет на него подписан. Но то, что он сказал про меня в последнем ролике, это же неправда. Как так можно? Пока Сереженька полоскал условную Брежневу, распространяя сплетни и слухи, я сидел с попкорном. Потому что Брежнева заслужила. Ну и Брежнева, и не Брежнева. Все вокруг заслужили. Кроме меня. А когда точно такой же, ничем не подтвержденный бред, уже про меня придумали, это перебор. Так нельзя с людьми поступать. Окей. Я не имею в виду, что нужно терпеть любую грязь, если ее твой друг распространяет. Конечно же нет. Но когда вся его деятельность и заключается в сплетнях, а ты это поддерживаешь. И называешь качественным контентом. Белиссимо. А потом, упс, а вот про меня так говорить нельзя. Звучит это достаточно странно. Еще лучше, когда твои друзья в попытках ухватиться за инфоповод дают эксклюзивный комментарий. Эксклюзивно для паблика протухшие объедки. Люблю вас. И вываливают на громадную аудиторию твою ориентацию. Иногда же сложно бывает из шкафа выйти. Почему бы не помочь? Твои психические проблемы. Просто хватит стигматизировать ментальное здоровье. И твой максимально травмирующий опыт. Ну а что такого? Насильник должен быть наказан. Когда жертву сексуального насилия заставляют говорить о том, что произошло, потому что время пришло и сейчас максимально в тему будет. Это такое дно, что даже представить сложно. На всякий случай, если вдруг здесь кто-то в первый раз оказался. Напомню, меня как-то в трансфобии обвинили. Да, насильники должны быть наказаны. Да, пьяный человек или человек, находящийся под воздействием каких-то веществ, не может дать активное согласие. Все, точка. Это насилие. Но только сама жертва должна решить, когда, как и стоит ли вообще говорить ей об этом. Готова ли она? Мы все еще живем в мире, когда публичное признание того, что над тобой надругались, в обязательном порядке, в обязательном, повлечет просто море оскорблений и пересудов. Вот этот пост в моей телеге, почитайте. Там люди обвиняют жертву убийства. На минуточку ей еще даже 18 лет нет. Но когда и кого это останавливало? И вот эта ситуация, когда люди начинают высказываться о чужой травме, когда сам человек еще даже рот не открыл, это настолько мерзко. Мы за справедливость. Да, за справедливость и рекламные вставки. Ой, а что ты думаешь про изнасилование? Прокомментируй, пожалуйста. Сейчас в течение 10 минут будет эксклюзивный комментарий Васи Васечкина. Не переключайтесь. Я на ютубе уже достаточно давно. Возможно, даже слишком. Еще дольше я состою в отношениях. И как только мой канал начал набирать какие-то маломальски серьезные просмотры, где-то сейчас заливается мистер Макс, услышав мою фразу о серьезных просмотрах. А лайки в запрещенной ныне соцсети перевалили за несколько сотен? Давайте соберем под этим видео несколько тысяч лайков. Нет. Я практически под каждым своим публичным действием в интернете начал получать комментарии. А кто тебя фотографирует? Покажи жену. А с кем ты встречаешься? А почему нет фотографий с семьей? Я понимаю, почему людям хочется засунуть нос в чужую личную жизнь. Точнее, нет, я не понимаю, но знаю, что многим хочется. Вот. Я уже рассказывал, что еще в подростковом возрасте, когда фанател от каких-то групп, мне было абсолютно фиолетово. Цвет настроения фиолетовый. Кто с кем встречается, кто кому изменил, у кого сколько детей. Это не мое дело. Ну и плюс я уважаю право других людей на личную жизнь. Захотят, сами расскажут. Тут порой не знаешь, куда деться от непрошлой информации о чужих отношениях. Но ведь они сами гонятся за известностью. Если кто-то хочет показать свои картины, умение петь или вышивать крестиком, я, кстати, все это умею, это не значит, что человек готов делиться всеми подробностями своей жизни. Не, ну а что скрывать все свои? И весьма важный момент. А хотят ли люди, окружающие публичную личность, чтобы их тоже обсуждали? Если я уже давным-давно привык, что мне абсолютно спокойно могут написать любую чушь, пожелать смерти от рака, насыпать пачку угроз в личку, периодически у себя в телеграме я подобные письма счастья публикую, вот рубрика, то для других людей такие сообщения могут стать натуральным шоком. Доброе утро, кибербуллинг существует. Я помню тот момент, когда моя мама впервые увидела, что мне порой пишут. Если что, это не я показал. Моя крестна решила ей глаза открыть. Маме в прямом смысле стало плохо. А что в интернете не только фотографии с котиками есть? Как раз в тот момент у меня был очередной конфликт с очередными защитниками мужских прав. Он умел создавать бурю в стакане. И кто и что хотел со мной сделать, описывали с особым красноречием. Люди находили страницы моих бывших коллег, однокурсников, и писали им какую-то тотальную ересь. Хотя у меня с этими людьми уже и общения-то не было. Какая разница, пусть тоже сдохнут. Если бы я показывал свою семью и друзей, весь этот поток неадеквата захлестнул бы их. А десяток лишних лайков вряд ли бы это компенсировал. С самого начала я понимал, что обсуждая какие-то социальные вопросы, я так или иначе ставлю себя под удар. Да кому ты нужен? Загляните на досуги в список иноагентов, и убедитесь в том, что у многих из них подписчиков гораздо меньше, чем у меня. Это мой выбор. Подчеркнем слово «мой» и выделим жирным шрифтом. Я готов идти на этот риск, а вот люди, окружающие меня, на это не подписывались. И раз уж я уважаю свое решение, я обязан уважать решение моих близких, не заниматься публичным активизмом. Когда 24 февраля я выложил свой ролик, именно мысль, что в случае чего прилетит только мне, так как мама у меня умерла, а свои отношения нигде не афишировал и штамп не ставил, придала мне силы. За мои действия отвечать буду только я, а не другие люди. Но, естественно, я отлично понимаю, что если захотеть, все что и кого угодно можно найти. Именно поэтому я против всевозможных детских каналов, особенно если детей заставляют творить какую-то дичь. Ну, немножко покривляйся. Ребенок не может адекватно оценивать риски. Нельзя в 4 года предположить, с какими последствиями ты столкнешься. А можете не сомневаться, что с издевками и подколами сверстников такие звезды обязательно встретятся. И если взрослый человек сам принимает решение рубить легкое бабло и отсутствие иммунитизации. Угу, конечно. Какая разница, что там про тебя скажут? То за ребенка подобный выбор делают родители. Привет! Пап, ну сколько можно? У нас нет других способов зарабатывания денег. Так, Макса в армию забрали? Ты айфон новый хочешь? Давай еще раз. Друзья, если вы хотите поддержать меня, не забудьте поставить этому ролику лайк. Это важно для продвижения видео. Напоминаю про свой телеграм-канал. Там интересно. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok